здравствуйте достаточно долго собирался записать это видео она была анонсирована на моем youtube канале ну как минимум месяцев 6 или 7 назад и про эту тему нерегулярно по вина напоминали наконец-таки собрался причем есть хороший повод виде очередного статистического сборника беларуси вопрос о чем пойдет речь речь пойдет о сельском хозяйстве республики беларусь причем если мы говорим в данном случае о развитии сельского хозяйства то оценки по крайней мере сторонних наблюдателей абсолютно разные одни говорят о ужасном состоянии сельхоз производства беларуси огромное количество убыточных предприятий другие говорят об эффективности сельского хозяйства беларуси росте сельхоз экспорта одни говорят о плохом качестве производимой продукции другие говорят наоборот что белорусская продукция достаточно высокого качества может конкурировать со многими иностранными производителями в том числе из высокоразвитых стран но странно вроде бы на первый взгляд кто-то должен говорить неправду но если присмотреться в принципе каждый из тезисов он находит свое подтверждение каждый из тезисов можно документально скажем так под каждый стоится может документально подвести просто определенные факты странно правда весьма странно если сюда же добавить еще такую вещь как советский либо не советский характер сельхоз производства беларуси и такую вещь как якобы социальная защищенность крестьян со стороны белорусского государства становится вообще интересно поэтому это видео я думаю что для многих она станет по крайней мере приведены факты станут неожиданность это видео в чем-то возможно будет разрывом шаблона но как бы там ни было тема интересная и тема которую я думаю стоит поднять стоит поднять хотя бы ради с одной стороны белорусских политиков в том числе оппозиционных которые любят критиковать например александра горюча лукашенко и справедливо но с другой стороны не замечают достаточно мощных и серьезных изменений в законодательстве изменений в характере сельхоз производства которые могли бы им дать в том числе голоса жителей села с другой стороны это видео может быть может ударить по взглядам назовем так про коммунистические либо про советские настроенные жители украины россии кого угодно которые приводят белорусское сельскохозяйство в пример что вот мы сохранили колхоз ребята на самом деле нифига для начала несколько фактов назовем так фактов победных победных реляций многие не знают либо для многих будет станет с неожиданностью что республика беларусь она ну последние как минимум десять лет может чуть меньше последние семь лет она твердо занимает место в топ-10 например экспортеров молочной продукции топ-10 мировых экспортеров молочной продукции и а в топ-10 в топ-10 производителей по основным направлениям например по производству я скажу что если мы говорим например о сыром молоке то украина производит порядка где-то на 30 процентов больше чем беларусь но как только мы переходим к продуктам которые производятся пред и предлагаются то республика беларусь производит на 18 процентов по маслу больше чем украина и если мы говорим о сыре то разница достаточно серьезно там практически около 45 процентов с ним говорим по сухому молоку как обезжиренным так и жирному то разница в два раза и так далее и тому подобное если же мы говорим о трех от торговли о продаже на внешней рынке там еще более интересно то есть например если мы говорим вот это 18-19 год данные если мы говорим о масле и из продуктах содержащих животное животное масло то беларусь находится на третьем месте в мире после новой зеландии всех стран евросоюза и третье место беларусь если мы говорим например по сыру то беларусь находится на раз два три четыре на пятом месте пропуская вперед только стран евросоюза соединенных штатов америки новой зеландии австралию дальше беларусь идет если мы говорим о молоке сухом различного 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 вида ну вот то беларусь входит в пятерку пропуская вперед европейский союз соединенных штатов америки канаду если мы говорим о конденсирован либо сгущенном молоке то в таком случае беларусь на четвертом месте в мире и только по например такой вещи как казеин украина находится на третьем месте беларусь на шестом месте если мы берем статистику которая ведет например евростат они оценивают производство основных видов продукции по крайней мере молочных по всему миру и торговлю ими то есть но на первый взгляд можно было бы говорить что ура вот она победа и так далее при этом экспорт сельхозпродукции за 2018 год дал беларуси валютной выручки в пять целых два десятых миллиарда долларов для сравнения в 2010 году этот показатель составлял три целых три десятых миллиарда а в 2008 году составлял это вместе с продукции животноводства которая уходила на промышленная цель то есть там шкур и так далее 2 и 2 миллиарда в 2009 2 и 4 то есть получается что беларусь за 10 лет практически удвоила объемы торговли продуктовом питания в первую очередь вот этой тут идет все и растеневодство животноводство и так далее но в первую очередь естественно существенно усилилась такая такая составляющая как готовые продукты питания забавно правда и вот на этом месте можно было бы с одной стороны говорить ура вот беларусь видите сохранили колхозы и все это пошло а нет дело в том что большей части белорусской перерабатывающей отрасли еще и относительно недавно еще не существовало и как беларусь создала назовем так мощности для того чтобы выйти по той же самой молочке на достаточно завидные позиции по торговле в мире давайте разбираться истина как говорится кроется в деталях то есть беларуси да сохранили крупное товарное производство есть были колхозы которые были потом реорганизованы в спк потом открыто акционерное общество об этом чуть позже есть значительная доля государства в которой владеет либо частью акции либо частью собственности либо полностью владеет сельхозпроизводствами это тоже правда но перерабатывающие мощности на пустом месте не берутся и тут было интересно достаточно государственная политика которая не проходила в виде отдельных государственной программы но еще с 2000 честно ошибаюсь седьмого года где-то по 10-11 анализируя местные бюджеты республики беларусь я нашел одну интересную вещь в это время колоссальные суммы которые доходили иногда до 30 процентов общего бюджет сводного бюджета отдельных районов шли в виде субвенции на создание перерабатывающих мощностей в организации сельского хозяйства что это такое условно говоря если у тебя есть ферма ты должен построить молокозаводик либо там мясо комбинат рядом маленький эти деньги они проедались значительной части регионов беларуси ничего не было создано в некоторых регионах на эти деньги действительно создавались мощности которые потом выстрелили в том числе ростом экспорта ростом экспортной выручки ну и дальше получается уже законы рынка то есть часть предприятий сельского хозяйства она на этом выехала на стола стала еще более прибыльно либо просто ушла в прибыль часть предприятия ну как говорится осталось ни с чем из и живет в долгах как шелкак и вот тут мы подходим ко второй части общие характеристики сельского хозяйства беларуси но тут я думаю что я не буду не открою секрет для беларусов что с большая часть вообще не больше но значительно по крайней мере часть сельхозпроизводитель беларусь это по разным оценкам от 40 до 55 процентов они глубоко убыточны и в этом как раз таки кроется но не то что секрет это по большому счету зеркало всей беларусской системы то есть беларуси удивительным образом уживаются с одной стороны высоко рентабельное и современное производство которое приносит колоссальные прибыли либо работают просто эффективно и огромная часть вот старого советского хлама и получается что высоко рентабельная эффективная часть беларусской экономики которая не превышает на данный момент по моей оценке где-то 30-35 процентов она тянет на себе весь остальной хлам то есть который поддерживается государством и тянет на себе во многом социальную сферу то есть ну вот такая система внутренняя система экономических отношений беларуси и да за счет того что в определенной мере в некоторых по некоторым направлениям есть нормальный менеджмент либо есть нормальное решение то беларусь может похвастать долями в том числе на мировом рынке где-то это природная доля как по калийным удобрениям где-то так например белаза либо скажем так нишевые компании которые беларусь называют скрытым чемпионом где-то это дело рук уже своего менеджмента либо же просто создание например целых отраслей как-то та же сам беларусь к фармацевте беларусская косметика который еще не было буквально 15-17 лет назад отрас возникла с нуля для беларусской айти так далее но не об этом суть вернемся к сельскому хозяйству и так берем тоже сад те же самые соотношения 70 на 30 30 высокопродуктивных их не нет руками остается 70 и вот тут возникает вопрос но так является ли это признаком того что советская система эффективна либо не эффективно ответа на этот вопрос меня нет почему потому что беларуси система не советская буквально несколько недель назад вышла интересная интересная книга назвать статистический сборник под названием белорусское сельское хозяйство до 2019 но там даются данные за 2018 год так вот для многих возможно будет открытием что если все сельскохозяйственные организации все юридические лица работающие сельхозпроизводстве взять общее количество за 100 процентов то по состоянию на 1 января 2018 года 8,1 процента сельхозорганизации это были организации с долей иностранной собственности его полностью с иностранной собственности вот как говорится первый удар после белорус которая вроде бы bölge be и в которой вроде бы нету при нету приватизации и так далее но а как минимум 4 процента сельхозпредприятия они находятся у сто процентность собственности на странах государств либо иностранных владельцев и еще четыре с долей иностранного капитала. Забавно, правда? При этом количество сельхозпредприятий чуть больше 110, то есть формально немного, с другой стороны и теряется на фоне, если, например, мы берем по 2019 году 1380 сельхозпредприятий, либо юридических лиц, но вот на этих цифрах мы подходим к очень интересной вещи. Как же так? Иностранцы приходят в сельское хозяйство Беларуси. И тут я скажу весьма возможно неожиданный тезис. То, что сельское хозяйство Беларуси, либо как отрасль, оно готово к приходу иностранных инвесторов. Подготовительная работа по большой приватизации, в том числе и земли, она закончена. И вопрос лишь только в политической форме. Почему так? И вот тут давайте сравнивать например с Украиной. То есть в Украине формально есть частная собственность на землю, есть паи, которые граждане Украины продать не могут. И в принципе раздача этих паев это было в определенном мере восстановление социальной справедливости. То есть граждане страны когда-то создавали их, граждане страны когда-то загоняли в колхозы, они создали это и соответственно люди имеют право претендовать на свою часть собственности. Аналогичным путем прошли многие государства. Белорусское государство, которое было, назовем так, во многом которое называют там остатком совка, оно решило не заморачиваться. И в Беларуси как раз таки в случае большой приватизации, в случае смены власти, если мы берем за основу современное законодательство, жители села не могут претендовать на землю. Не могут претендовать на свои паи. Почему так? И вот тут мы подходим, помните, упоминал о реорганизации сельхозпредприятий, которое проходило несколько раз. Итак, что происходило в Беларуси? Беларусь вступила в назовем так, в эру независимости с энным количеством колхозов, совхозов и так далее. Дальше случилось интересное. Дальше случилось два этапа преобразования. Первый этап, это преобразование и реорганизация колхозов в сельскохозяйственные производственные кооперативы. Эта реорганизация закончилась на рубеже 2006-2007 года. И дальше была реорганизация открыто акционерное общество, которое пока еще идет. Итак, почему я на этом отдельно делаю акцент? Дело в том, что есть такая вещь, как, например, вот сейчас у меня перед глазами типовой устав колхоза, принятый в четвертом всесоюзном съездом колхозников в 1988 году. То есть это поздний Советский Союз. И там есть интересная вещь насчет права члена колхоза получать в колхозе долю или продукцию, подлежащую распределению на его денежные и имущественные взносы, а также средства долевого фонда, где это предусмотрено. То есть, что такое колхоз? Колхоз это было объединение земельных участков, средств производства, имущества и денег для совместного объединения хозяйства. И эта норма в том или ином формате она сохранялась все время существования Союза Советских Социалистических Республик. То есть, теоретически колхозник при выходе, он, пусть это было нереализуемо, но теоретически он создавал, сохранял за собой возможность получить назад собственность, либо денежный квинет собственности, которая была передана его предкам, либо им при создании колхоза. А теперь смотрим, что случилось в Беларуси. В Беларуси преобразовали указом президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 года колхозы окончательно были преобразованы в сельскохозяйственные кооперативы СПК. И вот в СПК доля собственности была сохранена. Но сейчас я читаю скажем так, официальный комментарий о том, как оформлялась доля собственности, что это такое. То есть, она была сохранена в виде паев. И вот тут интересно, паи нельзя рассматривать как долю в имуществе кооператива. Реальную, либо идеальную, поскольку нет общей долевой собственности члена кооператива. Смысл в чем, что паи это что-то такое виртуальное и неделимый фонд СПК, то есть, это земли и средства производства не делятся на паи. И вот на такую запутанную схему, за такую запутанную схему проголосовали сами колхозники. То есть, сами колхозники в 2002 году дружно подняли ручки и сказали, да, ребята, мы отказываемся от своей доли собственности. То есть, помню, в уставе колхоза была вещь доля имущества. Мы отказываемся от доли имущества, мы согласны на паи. Прекрасно, господа господа сказал спасибо и ребята продолжили работать дальше. Но дальше случилась следующая волна реорганизации в открытое акционерное общество. И вот когда случилась волна реорганизации в открытое акционерное общество, случилась очень интересная вещь. Паи замещались такой вещью, как акции. При этом, бывший колхозник, либо собственник паи, он становился акционером. Обеспечение акций исключительно финансово, то есть, по акции человек не мог получить, тем более ни земли, ничего. Он, с одной стороны, имел право получать дивиденды, он имел право продавать акцию, если она у него есть, ну и все. Но при этом он, как акционер, в том числе, нес ответственность по обязательствам акционерного общества. Забавно, правда? И, ну дальше, самое интересное случается. Следующее, что при преобразовании хозяйственного общества в акционерное общество, часть акций выпускалась и имитировалась на местные органы власти, либо государства. То есть, соответственно, административная территориальная единица получала свою долю собственности в акции, о собственности акций или количества акций в установленном фонде того или иного сельскохозяйственного предприятия. То есть, государство, которое до этого было вроде бы где-то сбоку, оно не участвовало, не скидывалось, прошу прощения, на эти земли, оно вдруг получало часть собственности. А колхозники, ну прошу прощения, уже владельцы паев, паев в сельскохозяйственных кооперативах, в сельскохозяйственных производственных кооперативах, они добровольно отказывались даже от паев. Таким образом, проведя две реорганизации, белорусское государство элегантно скинуло или выкинуло за границы, при которых еще селяне могут претендовать на землю всех участников, бывших участников колхозов и их потомков. То есть, сейчас, даже имея документы на водилегии, земли, например, от советской власти, где-то там еще в 18-м, 20-м году, если это касается Восточной Беларуси, граждане Республики Беларуси, потомки, они могут эти документы просто повесить на стену. Ни на что они претендовать права не имеют. При этом, это вопрос не принятия какого-нибудь там злобного антинародного закона, нет, отнюдь. Сами потомки два раза ручками, под подпись голосовали за то, что они отказываются от такой вещи. То есть, да, возможно, кто-то скажет, что это мошенничество. Ну, да, оно прошло два раза. И таким образом, в случае крупномасштабной приватизации земли, государство не будет иметь проблем при продаже, например, земель сельскохозяйственного назначения с, назовем так, альтернативным претендентом в виде граждан страны. Граждане страны уже права на землю не имеют. То есть, это просто то, что можно взять и продать. Идем дальше. А дальше возникает вопрос. Ну, хорошо, продать. Но если про Беларусь говорят, что Беларусь такое советское государство, скажем так, рудимент совка и так далее, там подобное. Прекрасно. Но дело в том, что закон о рынке земли, все подзаконные акты, они были созданы давно. Причем созданы и работают, потому что продавать можно иметь частную собственность любую землю, просто пока что даже не разрешается с точки зрения подзаконных актов продажа земель сельскохозяйственного назначения без, назовем так, высочайшего соизволения. Хотя частная собственность, она признается, что она может быть. Теперь, ну, можно ли продать? То есть возникает вопрос, что когда ты хочешь продать, тебе нужна граница участка, тебе нужна его собственность. Вот тут очень интересная вещь, что в 2015 году, это уже после завершения, напомню, реорганизации, основной волны реорганизации уже СПК в открытое акционерное общество, в Беларуси прошла кадастровая оценка сельскохозяйственных земель. То есть убрали претендентов, оценили земли. И по состоянию на сегодня, за каждым, назовем так, земли, которые закреплены, либо которым владеет каждое ОАО, либо сельскохозяйственное предприятие, эти земли имеют свою кадастровую стоимость. То есть они оценены, прошу прощения, в долларах США. Конкретно, каждый участок, каждый маленький квадратик. И это все можно проверить, например, на таком прекрасном ресурсе, как публичная кадастровая карта Республики Беларусь. И там видны границы участков, а на сайте Госком имущества Республики Беларусь, прошу прощения, тот комитет, который производит приватизацию продаж, есть разделы результаты кадастровой оценки сельскохозяйственных земель Республики Беларусь. То есть, земля уже расчерчена, границы участков определены, кадастровая стоимость определена, причем не просто определена, она еще уточнена с 7 декабря 2017 года и последняя переоценка была 20 ноября 2018 года. Но тут подходим, как происходит эта кадастровая оценка, как происходит переоценка. Если мы посмотрим список земельных участков, там просто указано по каждому сельскохозяйственному предприятию, то есть по земле, которая принадлежит ему. То есть, теоретически, это значит, что можно покупать либо землю у сельхозпредприятий, либо просто сельхозпредприятий вместе с землей. И тут мы подходим к такой прекрасной вещи, как, вспоминаю, эффективность работы сельхозпредприятий. Очень интересная штука, потому что часть сельхозпредприятий, она реально следит на дотациях, она реально находится в глубоком минусе. И для того, чтобы вывести эти сельхозпредприятия из этого минуса, либо же, назовем так, навести порядок в этой сфере, 4 июля 2016 года президент Лукашенко принимает указ на умерок по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций, где делит сельхозорганизации, условно говоря, на три типа. Первый, это прибыльные, либо рентабельные, которые просто не трогают. Второй тип, это сельхозпредприятия, которые находятся на сегодня в состоянии финансового кризиса, и их можно финансово оздоровить, просто реструктурировать задолженность, ведя внешнее управление, присоединив, либо реорганизовав, как угодно. И третий, это те, кого необходимо провести через процедуру банкротства. Процедура банкротства, среди прочих, предполагает либо присоединение, либо продажу. Так вот, Совет Министров Республики Беларусь 31.10.2016 года утвердил, своим решением номер 889 утвердил перечень сельхозорганизаций, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности, банкротства. Таких в первом, скажем так, в первом блоке 102 штуки. Как это происходит? Назначаются, естественно, внешние управляющие, которые на протяжении года-двух пытаются здоровить, если нет, ну, соответственно, продаются, предприятие продается по остаточной стоимости и продаются основные активы. И вот тут интересно, если земля закреплена сельскохозяйственным предприятием, как и кому она будет продаваться? Потому что законно активы должно быть продаваться. Правда, забавно? То есть, таким образом, по большому счету, Республика Беларусь в 16-м году создала основы для большой распродажи как минимум, вот если берем первую волну, 102 сельскохозяйственных организаций. А теперь вспоминаем структуру собственности. При этом, до этого, Республика Беларусь, пытаясь сыграть с различными, назовем так, иностранными компаниями, она так или иначе, но она опробировала эту схему, видя создание совместных предприятий на более чем 50-50-60, если не ошибаюсь, сельхозпредприятиях и просто продав в иностранную собственность еще 57. Причем, забавно, что в данном случае, если смотреть структуру этой сотни, ну точнее, 113 штук, то среди них, по-моему, с российским капиталом не более десятки. Все остальное, то есть, это итальянцы, это китайцы, это поляки, кто угодно, только не русские. То есть, это была, такая политика, она происходила с 2008 года, и она фактически проводится и до сих пор. Но, это одно. Второе, это то, что каждый область-полковник, вышел указ, обновление указа, 2 октября 2018 года недавний о финансовом оздоровлении сельхозорганизации, очень интересный, новый. Что в данном случае этим указом предусмотрено? Во-первых, списки неплатежеспособных сельхозорганизаций по каждой области утверждают местные областные исполнительные комитеты, причем они делят их на две части, то есть, те, кого можно оздоровлять, те, кого нельзя. То есть, соответственно, уже на местах определяют, кто готов к продаже, кого будем проводить через банкротство, кого будем оздоровлять. Но оздоровлять это тоже не означает, что, скажем так, сохранять в том виде, в котором он есть, потому что тут есть еще одна интересная вещь. Если мы говорим об оздоровлении, с одной стороны, там есть механизмы, это списание, не то, что списание долгов, а реструктуризация долга, есть механизм присоединения к другому предприятию, есть механизм объединения нескольких сельхозпредприятий, чему свидетельство, в том числе количество юридических лиц в сельском хозяйстве, например, в 17-м году после указа Лукашенко от сельхозпроизводителей было, если берем юридические лица, 1509, сейчас на 1 января 2019 года осталось 1389. То есть, оптимизация определенная идет. Причем, растет количество тех, которые, ну, скажем так, государство потихоньку уходит из собственников. То есть, растет количество тех, где либо только доля государственной собственности, либо в первую очередь частная собственность, не смешанная с государствами. Растет понемножку, сразу скажу, потому что государство до последнего оставляет свои коря. Но дальше самое интересное. Хорошо, допустим, какое-то сельскохозяйственное объединение открытых сельскохозяйственного общества попало в число тех, кого необходимо оздоровить. С одной стороны, как я уже сказал, что может быть оздоровление в виде реструктуризации кредита, а с другой стороны, кредитор может потребовать дополнительную эмиссию акций, которая соответствует с указом президента. Она осуществляет свобку от многих нормативных других нормативных актов, она идет по упрощенной процедуре эмиссию акций на объем долга. И таким образом кредитор становится главным акционером того и иного сельхозпредприятия. Став главным акционером после дополнительного количества он вправе распоряжаться этим предприятием. Он вправе ему продавать. Почему это я веду? С одной стороны, да, в Беларуси созданы предпосылки. Точнее, не предпосылки, а созданы в принципе отрасль, которая позволяет белорусскому сельскому хозяйству держаться более-менее на плаву. Причем сейчас уже не только на российском рынке, учитывая открывшийся китайский рынок, учитывая контрабандную калитку в виде украинского договора об ассоциации и так далее и тому подобное. То есть вариантов множество. Идет работа по диверсификации с другой стороны. Если мы говорим о возможности выстрелить фермерством и так далее, нет. В Беларуси с одной стороны, да, фермеры могут прицеливать на участки земли, но в первую очередь, насколько я понимаю из последовательств событий, которые происходили, Беларусь ставит в качестве одного из последних аргументов для удержания власти Лукашенко либо для удержания режима, либо же в лучшем случае, если будут действительно думать про резкий старт экономических форм, экономических преобразований в стране, это запуск рынка земли, который может принести за 3-4 года достаточно большое количество денег. И для запуска этого самого рынка земли, для того, чтобы в том числе иностранцы или белорусские бизнесмены могли выкупать сельхозпредприятия, произведена предпродажная очистка, то есть убраны с одной стороны все претенденты на землю, на средства производства этих акционеров в обществе, то есть они сведены к роли акционеров в миноритариях, но удачи, ради бога, пусть они двигаются своими бумажками. С другой стороны наведен порядок в земельном кадастре. Остается вопрос? Вопрос остается всего лишь в отмашке. Отмашка это политическая воля. Политическая воля может появиться указом президента в любую произвольно взятую точку времени, в любую точку времени. И после этого называть сельское хозяйство Белоруссии советским по духу я бы не стал. То есть да, советские атрибуты они остались. Знаете, это как растет ствол дерева, а внутри оно все же изъедено паразитами. Не только в данном случае не паразит, это в данном случае просто от старого снова, от старого здания оставили назовем так фасад и внешние атрибуты, а внутри идет максимальная перестройка под что-то новое. И чтобы возвести это новое окончательство, на определенный момент внешний декор придется откинуть. И на моменте откидывания внешнего декора значит часть белорусов они будут неприятно или неприятно удивлены тем, что государство наплевало на какие-то свои обязательства по отношению к бывшим владельцам земли. То есть оно обнулило количество претендентов на землю. И еще раз повторю, это может с одной стороны есть несколько вариантов. Это может принести деньги условно семье Лукашенко и послужить просто сохранению режима на определенный момент. Это может принести деньги просто в экономику для достаточно быстрого старта. В любом случае работающий рынок земли это уже не совок. И даже если это будет при Лукашенко, то остальная государственная машина при запуске рынка земли она начнет немножко меняться. Когда он будет? Я не знаю. Потому что по состоянию на сегодня рынок земли наиболее заинтересован в нем это естественно русские братья. То есть для России это было бы желаемым результатом. Для Беларуси естественно нет. Потому что продать земли сельхозназначение так называемым российским инвесторам это весьма и весьма рискованно. Я думаю что одна из причин почему этот процесс не был запущен массово в 16-17-18 году является как раз таки боязнь того что на сегодня покупателей не так и много покупателей есть из России немножко из Китая но китайцы пока остерегаются. И для Беларуси да весьма выгодным является открытие китайского рынка и я думаю что китайцам будут предлагать просто входить со своими инвестициями сельскохозяйствами. Точно так же как уже пытаются предложить полякам точно так же как будут предлагать например венгриям и туркам потому что для Лукашенко с одной стороны нужны деньги с другой стороны деньги нужны на данном этапе не русские и это по крайней мере всеряет определенную надежду мои ставки что в ближайшие три года рынок земли в Беларуси заработает заработает в полную силу на этом у меня все всего вам доброго всего наилучшего счастья мира вкусных продуктов на столе правильных экологически чистых и естественно лайкайте обсуждайте и само собой подписывайтесь на мой канал дальше будет интереснее